В Москве открылся благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина-2016». Проводит его уже восьмой раз при поддержке фонда Алины Кабаевой. Участвуют сотни гимнасток. Что увидели зрители, расскажет Дина Иванова. Она изящно жонглирует булавами. За внешней лёгкостью – пятичасовые ежедневные тренировки. Милене 10 лет, из них 8 она занимается художественной гимнастикой и точно знает зачем. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. У меня сестра старшая, уже 15 лет. Она занималась художественной гимнастикой. И вот я повторяла в детстве за ней. И меня отправили, мама на спорт этот. Ну, в два года я ещё сама не выбрала. Меня просто отправили, и я начала заниматься. И вот дошла к этому уровню. Милена приехала из Находки. Эти спортсменки – из Казани. Здесь нам дают стать более смелее, преодолеть свои все боязни, страхи. Для нас это большая честь попасть на такое мероприятие. В фестивале, организованном Алиной Кабаевой, участвуют больше 500 гимнасток из десятков российских городов. Перми, Екатеринбурга, Омска, Севастополь, Красноярска. Здесь нет оценок, а значит нет проигравших. Только победители. Чей приз – выступление на большой сцене концертного зала «Россия» перед тысячами зрителей. Здорово, что у нас есть такая площадка, что мы приглашаем детей. У нас есть такая возможность с разных регионов. И дети могут показать себя. И привезти детей бесплатно, и сделать им красивые купальники, костюмы, и накормить их, и расселить их. Это всё берёт на себя обязанности фонд. Они не волшебницы, только учатся. Невероятная пластика, сумасшедшая растяжка. Певица Валерия, привыкшая к тому, что поклонники выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с ней, в этот раз сама просит запечатлеть её вместе с юными гимнастками. Гимнастика – это больше, чем спорт. Это уже какое-то пограниченное такое состояние. Это уже искусство. Потому что жанр действительно очень такой синтетический, художественная гимнастика. Поэтому я смотрю на девочки и думаю, что, может быть, они получат какое-то дополнительное вдохновение, какой-то определённый опыт, общение с такой огромной аудиторией. Популярные артисты на фестивале выступают бесплатно. Билеты на этот концерт не продавали. Вход только по пригласительным. В зале – воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями, пациенты онкологических клиник. Благотворительный фестиваль художественной гимнастики в Москве проходит уже в восьмой раз. Каждый год для зрителей – яркие номера, неожиданные режиссёрские идеи. А для юных спортсменок – новые возможности. Почувствовать себя артистками, ну, мне кажется. Посмотреть, кто что может, кто в каких городах, как выступает. Мне кажется, это очень важный опыт. И не столько спортивный, хотя он очень важен и для них, как для спортсмена. Ну и в некотором смысле, наверное, жизненный тоже. У каждой из них за ещё детскими хрупкими плечами уже годы работы и тренировок. Но, возможно, именно это выступление для кого-то станет профессиональным трамплином. Среди зрителей – знаменитый тренер, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Вина-Русманова. А она будущих олимпийских чемпионок точно не пропустит. Дина Иванова и Филипп Дубровский. Вести. Ну, а вот что ещё организатор фестиваля Алина Кабаева рассказала в эксклюзивном интервью моей коллеге Марии Бондаревой. Очень много открывается школ. Хороший есть материал, хорошие тренеры. Поэтому так и хорошо работает. А если есть, даются результаты, глава города или губернатор города видят, что действительно девочки дают результаты и строятся им, кстати, спортивные комплексы. Это тоже очень хорошо. Продолжение следует...